Музей Видновского пассажирского автотранспортного предприятия был основан в далёком 2001 году. Тогда экспозиция состояла всего из трёх легковых машин и автобуса ЛИАЗ-158. Сейчас в музее насчитывается около 40 ретроавтомобилей. Удивительно, но все машины на ходу. Достаточно залить бензин, поставить аккумулятор, и можно отправляться в путь. Мы выезжали обычно на День города. День города и День Победы. Даже вот на ЗИС-5 мы поставили сиденье от специального автобуса, который возили ветеранов Великой Отечественной войны. Самые старые экспонаты музея ЗИС-5 1937 года выпуска, ГАЗ-АА «Полуторка» 1939 года и ГАЗ-1173, произведённый годом позже. Последний, именуемый в народе МКО, поистине жемчужина коллекции музея. Всю войну на ней возили маршала Георгия Жукова. С каждым автомобилем связано немало интереснейших историй. И МКО, конечно же, не исключение. Маршал в своё время объезжал фронт и застрял в снегу. А ехал грузовик, водитель вёл машину, который вёз снаряды, боеприпасы, снаряды. Его остановили, чтобы он вытащил её. Он вышел, обошёл вокруг той машины, попросил водителя выйти, сел и выехал сам. И вот он его взял потом к себе водителем. После войны Жуков подарил машину своему водителю. Тот через какое-то время продал МКО коллекционеру, у которого затем автомобиль и выкупил МОЗ Трансавто. Кстати, у него же приобрели и ГАЗ АА. Полуторка тоже помнит Великую Отечественную войну. Именно на ней возили по знаменитой дороге жизни. На Ладожском озере продовольствие и боеприпасы в блокадный Ленинград. Во втором зале музея, помимо уникальных документов, разместилось более 700 экспонатов. Так или иначе, связанных с историей существования Винновского ПТП. Предложил как раз разместить музей в нашем предприятии. Посетителей пока немного. Все-таки музей только открылся для свободного посещения. Нина Винштунц из микрорайона Купеленко привела на выставку своих сыновей-школьников – шестилетнего Гора и девятилетнего Юру. Мы решили с семьей приехать, пришли, посмотрели, нам очень понравилось. Были машины, которые первый раз мы, конечно, увидели. Только по телевизору смотрим на такие машины. А в Аочию посмотреть на такие машины было, конечно, очень интересно. Что тебе больше всего понравилось в музее? Старические машины я такие никогда не видела. Истарические, которые прошли войну. Экспозиция открыта для индивидуального посещения и групп до 25 человек по вторникам и четвергам с 12 до 15 часов. Записаться можно по телефону 8 963 722 67 25. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok